всем привет с вами антоп и давненько мы с вами не говорили о негативных качествах наших любимых героев истинная сущность это аудиторы что задумал доктор стрэндж и темная сторона капитана америки в этом выпуске как и всегда будет много ваших любимчиков но давайте не будем предвзяты и объективно оценим их негативные качества подписывайтесь на канал и ставьте лайки ведь это помогает его продвижение пишите в комментариях кого хотите увидеть далее досматривайте выпуск до конца в конце будут ваши лучшие комментарии наливайте себе кружечку чая присаживайтесь поудобнее а мы начинаем без сомнений великая серия ассасин скрит помню как в детстве бежал домой чтобы поскорее пройти новую часть а трилогия про эти аудиторы было чем-то из другого мира великолепно вот бы она не менялась и никогда не меняла нас если вы по какой-то причине играли только в последней части origin odyssey и вальгала то бегом перепроходить легенду эцио аудиторы это без сомнений один из самых легендарных ассасинов ставший символом серии именно его историю нам показывают самого рождения причем буквально с рождения и до смерти он прошел через многое многое узнал многому научился но все эти качества замыливают нам глаза тем же на самом деле является именитый ассасин как бы это ни звучало но хладнокровным убийцей вся его история началась как история мести и к спасению мира никакого отношения не имела но далее он вступает в тайное братство ассасинов и начал убивать людей пачками да многие из жертв заслуживали смерти но что насчет простых стражников и воинов которые просто выполняли свою работу даже не подозревая о том на кого работают ассасины и тамплиеры это две стороны выбрать верную из которых непросто да я бы даже сказал нельзя у каждой из них своя правда и свои изъяны вот только тамплиеры знают что делать с властью в отличие от ассасинов чё кредо прямым текстом говорит ничто не истина и все дозволено намекая на иллюзорность мира не что не истина все дозволен если взять историю это в сухом остатке и показать все глазами тех же боржа то он уже не будет таким героическим он также убивал людей пачками шантажировал их и грабил так чем он лучше своих врагов я обратился к потоку моего сознания и четко сформулировав вопрос начал ждать ответ просто за время игры он становится для нас игроков родным и мы часто закрываем глаза на все его изъяны когда я был молод у меня были свобода время и любовь 30 долгих лет прошло прежде чем я постиг смысл этих слов любовь свобода время который я когда-то не ценил теперь придают мне сил особенно любовь я люблю тебя мясо фиа на веки твой это су аудитора это он на старости лет стал еще тем хранителем знаний но не единственный из хранителей кто-то и темные секреты доктор стрэндж уж его многие из вас точно не ждали как гостя данной рубрики но у стрэнджа также есть свои тараканы и верховный маг не чист на руку кстати доктор стрэндж выпендриваться будем тогда я человек-паук начнем с того момента когда он по его словам увидел множество вариантов исходов и много увидел 14 миллионов шестьсот двадцать пять из всех был лишь один победный серьезно один из такого множества вариантов а если еще чуток поискать такое ощущение что он выбрал самый выгодный и простое лично для него а именно вариант со смертью тони старка либо он просто остановился на первом же победном и решил дальше не искать но вот правда вспомните ту масштабную битву финале когда все кидали эту перчатку друг другу да там у каждого был шанс почему например капитан марвел не щелкнула она ведь даже сильнее халка по заверению многих почему именно тони он вообще просто человек без супер сил регенерации и тому подобного и это вызвало у меня страх по итогу у меня два варианта либо сценаристы марвел ну уж совсем обленились и на отвали сделали смех старка либо стрэндж нарочно подстроил ее я без колебаний пожертвую любым из вас ох уж этот доктор стрэндж со своими секретиками но вот стив роджерс гордость америке самый честный и справедливый супер герой но так ли это да но не совсем куда ходячая мораль будто он сможет жить без драк и воин стошнило бы до конструкции не позволяет капитан америка часто лукавит говоря о спокойствии что даже подмечает альтрон кэпу нужны были сражения он с юношества мечтал о них и то что он стал супер солдатом не могло его не радовать но будем честны он верно исполнял свой долг пока ему это не надоело да я только начал давайте сделаем небольшое вступление чтобы была понятна моя мысль часто в роликах мы говорили о злодеях которые жертвуют миром ради одного человека и многие осуждают их говоря о принципе и долге улавливайте суть но разве не так поступил кэп финале он остался с пегги хотя мир безумно нуждался в нем из-за его звания разорилась настоящая война мир потерял железного человека им нужен был кэп как никогда да он это заслужил но разве герой не жертвует всем ради мира разве не злодеи готовы бросить все ради одного человека и кто же после этого капитан америка нехороший человек и кстати мне одному непонятно как он попал на ту лавочку ведь по заверению марвел мстители прыгали по параллельным мирам а не во времени значит кэп должен был остаться в другой вселенной как он попал в эту снова напишите в комментариях ну все теперь это надолго сегодня мы с вами в очередной раз убедились что герой это лишь условность у каждого есть как плохое так и хорошее каждый может совершать ошибки и учиться на них каждый может скрывать свои секреты и каждый имеет право на счастье герой злодеи все они одинаковые только дерутся на разных сторонах либо ты умираешь героем либо живешь до тех пор пока не станешь негодяем на сегодня это наверное все обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки пишите свое мнение о сегодняшний герой в комментариях мне реально очень интересно почитать и обсудить с вами ну а с вами как всегда был антоп а вот и ваши комментарии и это а это и и и и Продолжение следует...